Иоанна 3, 29. Я читаю место Священного Писания, мы с вами коротко порассуждаем. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему с радостью, радуется, слыша голос жениха. Сия то радость моя исполнилась. Вопрос такой, кто друг жениха, это аллегория или есть какой-то духовный смысл? Это аллегория или есть какой-то духовный смысл? Понятно, что Иоанн говорил о себе. Давайте зададим такой вопрос. То есть есть жених, кроме жениха, есть еще друзья жениха? Или один только друг? Много. Так что получается, Иоанн Креститель в церковь не войдет? Войдет ли Иоанн Креститель в церковь? Он говорит, что не войдет, он просто друг. Он просто друг стоит со стороны, наблюдает. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что церковь это собрание святых. Есть различные места священного писания, которые описывают церковь различными способами. Например, вы читали о 24 старцах, которые имеют венцы и поклоняются Богу. Вы знаете, что это тоже церковь? Нет? Почитайте, потому что они говорят, ибо ты искупил, что? Нас. Да? Ибо ты искупил нас. Я не хочу, друзья, сейчас останавливаться. Возьмите, перечитайте это место из откровения. Просто мой вопрос такой, друзья. Кто чувствует себя сегодня старцем? Ну, мы проповедуем, мы будем молодыми. Но описание здесь описывает 24 старца. Я специально хочу вам показать, чтобы вы поняли, что эти аллегории, так называемые, они несут в себе что? Смысл. Бог что-то хочет говорить. Я не буду толковать 24 старца. Может быть, если захотите, задайте вопрос на следующий раз. Мы поговорим. Но касаемо друзей, смотрите. Если мы возьмем... Я поинтересовался еврейской традицией. Потому что когда Христос говорит что-то, и когда апостолы, и когда Иоанн Креститель что-то говорит, они говорят о вещах, известных на то время, понимаете меня? Известных в их культуре. И на эти вещи они накладывают духовный смысл. Или духовный оттенок. И поэтому, друзья, для того, чтобы понять, надо, во-первых, понять саму традицию. Потому что традиция, например, наша, тоже имеет... Я не знаю, откуда она пошла, украинская традиция. Но если будут наши сестры жениться, а я верю, что наши члены церкви скоро начнут жениться, мы молились за них, да? То у них обязательно будет жених, будет невеста, и будет... Кто еще? Дружки будут, да? Друзья и подружки. Да? Это традиция. Так вот, у евреев тоже есть такая традиция. Причем у друга... И посмотрите, это же я не выдумываю. Возьмите, возьмите Самсона. Написано, что были у него брачные друзья. Написано, написано. Я не выдумываю ничего, да? И есть... Вот еврейская традиция мне нравится, друзья. Мне нравится еврейская традиция, потому что она наталкивает на определенные мы. Вот, например, я вам... Я только одну мысль вам дам. Там есть... По сей день это существует. Это было... Насколько помнят раввины, это было всегда. Дружок имел определенные обязанности перед женихом. Например, одна из его обязанностей было взять стакан. Во время свадьбы это делалось. Взять стакан и бросить этот стакан, или затоптать его, но сделать так, чтобы этот стакан что? Разбился. Это была такая... И после этого, как разбивался этот стакан, все гости начинали радоваться. Ну, и евреи спорят, раввины спорят о том, к чему это все, да. Некоторые говорят, это было, чтобы евреи не забыли о разрушении храма. Есть разные толкования. А мне другое толкование понравилось. Знаете, какое толкование мне понравилось? Мне понравилось другое толкование. Один из раввинов говорит, а я считаю, что это символ того, что для молодых уже дороги назад нет. Все, как разбитый стакан невозможно восстановить, даже если ты его склеишь, он все равно уже никогда не будет тем самым стаканом. Так, после того, как их сочетали, уже назад это все не вернешь. Мне понравилась эта мысль, друзья. Давайте я еще раз вам объясню. Итак, если взять, например, жениха, невесту и друга, или дружка, то дружок готовит эту пару к одной простой мысли. Назад не оглядывайся. Всякий, кто положил руку на плуг, что должен делать? Пахать. И назад не оглядывайся. Я сейчас вам дам еще одну другу, понимаете? То есть, заканчивай свои мысли, вы меня поймете. Я верю, друзья, что эта притча или это место Священного Писания показывает нам, что есть различные состояния или, или, как выразиться, или звание, давайте так скажем, звание во Христе. Это будет соответствовать Писанию, да? Есть различные звания во Христе. И одно из званий, которые вы можете достигнуть, это звание брачного друга. Да? Это тоже часть церкви, потому что он часть свадьбы. Так или нет? Так вот, Иоанн был брачным другом. Знаете, кого я еще нашел брачным другом? Я вам сейчас докажу это в местном Писании. Я верю, что апостол Павел тоже был в числе этих... Понимаете, кто такой? Дружок, он всегда на стороне, что? Жениха. Он всегда работает, чтобы невесту подтягивать на место, извините же, я так скажу. Понимаете, к чему я веду? То есть, в церкви всегда есть вот такая категория людей, которые других членов церкви стараются подпихнуть ближе ко Христу. А есть такие люди, которых все время надо что? Тянуть. Тянуть. И они всегда, они всегда колебаются. Буду я в числе невесты? Не буду. А есть такие, которые уверены, да я буду в числе невесты. Потому что я не только сам вошел, но и что? Я и других подталкиваю. Смотрите, как написано. Ибо я ревную о вас. Потому что здесь точно такая сама ситуация. Я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вам, представить Христу чистую деву. получается, что Павел как бы не часть этих людей. Понимаете? Он говорит, я вас обручил, чтобы вас представить. Кто ты такой Павел? Он дружок. Братный, да? Ну там, я же не буду дальше там про коринфян, потому что с коринфянами там тоже интересно. Коринфян это одни из тех, которые то туда, то сюда. А Павел был всегда на месте. Поэтому вот вам, друзья, объяснение того места, где написано, что я стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Поняли? Вот вам пример высшего звания. Как достигнуть высшего звания? Во-первых, сам будь верен. Во-вторых, другим что? Помогай. Помогай невесте сегодня быть верной Христу. Всякому члену церкви. И тогда Бог тебя наречет дружком на брачный пир. Знаете, это тоже приятно будет, да? Приходим мы, заканчиваю, Юра, приходим мы на брачный пир. Приходим мы на брачный пир. Вы помните это место Писания, да? И там написано, когда ты приходишь, то где тебе надо сесть? Где? Сзади где-то сядь, да? И вдруг поднимается жених. И выходит и говорит, эй, Юра, ты неправильно сел. Твоё место там, где дружки сидят. Вот тут сюда. Наверх поднимись. Сядь сюда за брачный стол. Тут на самое место. Возле меня, да? Приятно или нет? Приятно. Будьте верны Господу. Аминь. Давай. Я знаю, друзья, что я вам выдал такую версию, которую вы не слышали, да? Но попробуйте меня критикнуть. Я согласен. Вопросы по дружкам. С дружками разобрались, но там ещё не конец этого вопроса. Там просят ещё объяснить. 44-й псалом, потому что они related, да, они имеют отношение друг с другом. Псалом 44, 15 стих. В испещрённой одежде ведётся она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги её. Песни-песней 6, 8, 9, друзья. Чтобы нам разобраться с девами. Есть 60 цариц, 80 наложниц. Включи, пожалуйста, центральный телевизор. Есть 60 цариц, 80 наложниц, а девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличённая у родительницы своей. Увидели её девицы и превознесли. Царицы и наложницы и восхвалили её. Обратите внимание, что тут даже в этом стихе на две группы разбиты. Я так, как эти две группы, сразу вам и дам. Итак, друзья, есть она единственная, кроме неё ещё кто есть? Ну, давайте, давайте пойдём уже по Писанию. Царица. Малкха. От Мелех. Да? Мелхеседек, помните, да? Мелхеседек – это царь Салима. Мелех – это царь. А Малкха – это царица, друзья. И так есть люди, я не буду говорить вероучение. Я говорю так, я говорю, потому что как церковь, так и девицы, они состоят из кого? Из людей. И так есть люди, которые претендуют на звание кого? Царицы. Они претендуют на звание царицы. Кто такая царица? Царица – это та, кто имеет определённые, отношения с царём. Поняли? Я не буду сейчас давать вам никаких толкований. Я просто вам объясню значение слов. Если вам будет интересно, мы этим займёмся, потому что для этого нужно, нужно время. Но есть люди, которые буквально скажут вам так, я тоже имею отношение с царём. Потому что основная проповедь Евангелия, друзья, мы не проповедуем религию. Мы не проповедуем религию. Мы проповедуем вам отношения. Самое главное – это ваше отношение. Понятно? И если ты имеешь отношение с царём, то ты можешь на что-то претендовать. Так вот, есть люди, которые претендуют, так это или нет, я не буду сейчас разбирать, но они заявляют, мы царица, то есть мы законная жена царя. Они претендуют на это всё. Есть другой класс людей, оно звучит на юриде пелегеш, конкубинка. Знаете такое выражение? Наложница. Наложница старорусская, современная конкубинка, конкбань, да, по-английски. Знаете такое выражение? Это тоже законная жена. Так или нет? Смотрите, у Иакова было 4 жены. 2 из них жены, 2 из них что? Наложницы. А сыновей сколько было? 12 сыновей. Входят сыновья наложницы в число его детей? Входят. Законная ли наложница жена? Законная. Только право у наложницы уже меньше, чем у настоящих детей. То есть, ну, тоже имеют, есть люди, или вероучения, как хотите так назвать, которые тоже претендуют и говорят, у меня, ну, я не царица, но, 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 но я тоже с царём имею какие-то дела. Поняли? А дальше Писание говорит, а вот девицу же что? Тех ещё посчитать можно, и даётся число. Друзья, я вас наталкиваю на мысль, чтобы вы понимали, что здесь вот, в этом месте священного Писания ничего нету случайного. И числа сюда заложены правильные, и у меня нету времени сейчас, да я и не преследовал цели, объяснять вам это место. И вам показывают, что Писание говорит о том, что сегодня на земле это будет. И мы видим это реально. Мы видим и цариц, мы видим и наложниц, а уже девица этих, то что? Их никто и считать не будет. Их никто не будет считать, друзья. И Бог будет, обратите внимание, друзья, что они имеют отношение к Богу, и Бог не отвергает их. Я хочу, чтобы вы обратились к этому, к месту, которое мы прежде читали. Псалом говорит, виспечленно ведется она к царю, а за нею, послушайте внимательно, а за нею ведутся к тебе кто? Девы, подруги ее. Друзья, во-первых, я сегодня не хочу давать вам, я знаю, что вы ждете от меня, вы ждете от меня буквально следующее выражение. А баптисты будут спасены? А свидетели Иегова будут спасены? А католики будут спасены? Потому что все поняли мою аллегорию о девицах и всем остальном. Я, друзья, этого говорить вам не буду. Во-первых, друзья, во-первых, в псалме не дается ни царице, ни наложнице, а говорится в общем, я специально просмотрел и сделал свое домашнее задание, там имеется в виду, друзья, молодая женщина, причем, скорее всего, в 44-м псалме на Северита, если вы почитаете, причем, скорее всего, не 100%, но, скорее всего, она девственница. Поняли или не поняли еще? Так вот, друзья, у Бога есть какие-то люди, прямую трансляцию надо заглушить, чтобы этого не слушали на прямой трансляции. есть ведение, которое вы должны иметь, как дети Божьи. Вы должны знать устройство Царства Божия, но есть некоторые ведения, которые мы не имеем права давать посторонним. Понимаете, к чему я веду или нет? Хорошо, объясню вам по-другому. Вот есть потоп, и Бог говорит Ною, для того, чтобы спастись, что тебе надо сделать? тебе надо войти в ковчег. Вот все. Но, скажите мне, были ли спасены люди еще кроме Ноя? Ну, не в потопе, я имею в виду спасение, как спасение. Были ли нет? Ну, были, Петр пишет, что он сушил и проповедовал. Некогда, помните? Некогда не покажу. То есть, церковь должна вести проповедь вот такую. Тебе для спасения нужно идти куда? В церковь. В церковь. В ковчеге иди. А будет ли Бог спасать помимо церкви или нет? Будет или нет? Будет ли Бог спасать из девиц, из католиков, из православных? Будет или не будет? Будет? Будет, но это не наша забота. И мы проповедовать эту проповедь, миру, что? Не имеем права. Потому что, если вы придете к католику и скажете ему, да-да-да, брат Пышный сказал, что и католики будут спасенные. Кровь его. Варимского. То он возьмет повод от вашей проповеди и, может быть, кровь его окажется, что? На вашей голове. Вы должны проповедовать Евангелие, проповедовать то, что написано. Покайтесь, докреститься и получите. Вот три шага спасения. Покаяние, крещение водою и как печать твоего правильного обращения в тебе должен быть, что? Дух Святой. Все. Вот это наша проповедь. А то, что Бог делает там с этими девами, мы не знаем, потому что девы ведутся после невесты. Поняли? И это не наша работа. Это не наше дело сегодня разбираться, не наше дело сегодня говорить и спорить. О, католики что же языками? Вы знаете, что католики тоже языками молятся? Знаете или нет? Да, целое движение есть в католицизме. На харизматов очень похоже. С гитарами там поют, Мария и так дальше. Не хочу об этом говорить, потому что есть различные проявления, очень интересные. Тем более, если оставьте сегодня 50-ническое движение, а что было до 50-ников? Сколько этих дев было до того? 50-ники довольно молодое течение сегодня, да? Сколько их было до того? Как с ними разобраться? Что мы сегодня будем сядем на разбор и будем одних ват других в рай отправлять? Это не мое дело. Мое дело знать Евангелие и позаботиться о том, чтобы я был частью, единственная, она, голубица моя. Аминь? А с девами Бог разберется, но вы должны знать. Это не вот здесь, друзья, что есть девы, подруги ее. Они ведутся за все. Что будет с девами и где они будут? Я оставляю вам на домашнее задание. Разберитесь, где, куда попадут девы, что они, куда их девать? Мы когда-то были на служительской, на одной. Один брат сидит и говорит, но я, братья, вам прямо скажу. Я говорю, не знаю, куда девать баптистов. Мы говорим, а что? Говорят, ну в ад их же не отправишь. Ну все, братья, да, не отправишь. Говорит, и с собой не возьмешь. Куда их девать, я не знаю. Так вот, я вам скажу, во-первых, Бог знает, куда их девать, а если вы будете пытливы, то вот здесь написано тоже все, что не только с баптистами. Извините, братья-баптисты, пускай меня извинят, если кто-то будет смотреть. Мы немножко юморим на наших разборах слова, но это жизнь, друзья, это жизнь, и мы должны быть способны давать ответ любому человеку, любому, любому человеку. Мне пришлось недавно поговорить с одним католиком. Католики здесь очень хорошие, католики. Такие мягкие. Потому что я, в основном, общался с католиками польскими, то эти меня посылали в ад раз 15 за 10 минут. Я побывал в аду. И вообще спастись невозможно, по ихней версии, спастись невозможно, если ты не будешь частью католической церкви, если не будешь делать все то, что они делают в полной мере там с этими всеми вещами, в которых я путаюсь. Их очень сложно все знать. Но есть такие люди, вот видите, получилось, что я попробовал свидетельствовать католику, а получилось, что католик начал свидетельствовать мне назад. Я ее подвозил в Польше, и мы провели около часа такой богословской баталии. Это не была беседа, не было свидетельствовать. Было богословские баталии на мечах. Мы с ней посражались, и в конечном итоге она даже раньше вышла, она не смогла меня стерпеть до конца. Настолько ее ревность разобрала. Но я в эту подвожу к тому, друзья, что мы должны знать настолько Писание, чтобы свободно оперировать, и видеть, и показывать истину Господнюю, заложенную здесь. Потому что я верю, когда настанет день суда, если этот человек не обратится, то Бог ему вспомнит мое свидетельство, где я говорил истину Господню, и показывал, и доказывал из Писания, а не из преданий и еще каких-то вещей. Хорошо? 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 Субтитры создавал DimaTorzok